Меня зовут Мария Наполева-значонок. Скажите, как меня слышно? Поставьте плюсик в чате, если меня слышно. Поставьте 10, если меня слышно хорошо. Отлично. Хорошо. Спасибо. Сегодня я расскажу вам свою историю успеха. Но для начала я хочу обратить внимание на некоторые технические моменты. Вы сейчас видите слайд, на котором показано, как отрегулировать звук. Далее на слайде вы видите, как изменить язык. В правом верхнем углу есть флажок, на котором вы можете поменять язык. Еще раз показываю слайд, как отрегулировать звук. Ну что, поехали. Начну свою историю с детства, так как моя история напрямую связана с детскими мечтами, о которых я расскажу позже. Родилась я в небольшом городке, поселке даже, в 20 километрах от города Минска, в обычной среднестатистической семье. Советская семья абсолютно обычная, ничего примечательного в ней не было. Мама с папой сначала были преподавателями в училище, затем работали инженерами на белорусском предприятии. И каждая из них росли не спеша по своей карьерной лестнице и даже доросли до начальников служб. Работали они много и честно, но на зарплате особо это не отражалось. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто вообще понимает, о чем я. Очень тихо, да? А сейчас? Мария. Все хорошо? Понимаете, да, меня? Отлично. Вы знаете, несмотря на то, что мои родители были наемными работниками, я всегда мечтала о том, чтобы у меня было свое дело. Шуба и лимузин. Я очень хотела путешествовать, очень мечтала о том, чтобы куда-то ездить отдыхать, потому что в детстве я отдыхала очень редко. Прошло время, я выросла и обо всем этом, конечно же, забыла. Почему я так издалека начала свою историю? Да потому что я очень большая поклонница фразы «мысли материальны». Кто согласен со мной, что мысли материальны, поставьте «да», «плюс». Спасибо. А в «Эрифлейм» я пришла сама, просто покупать косметику для себя. Меня вообще никто и не звал, в принципе. Напишите, пожалуйста, кто как пришел. Каким способом, каким методом вы пришли в «Эрифлейм»? Если кто-то пришел, кто-то пришел так же, как и я, напишите, я тоже. Спасибо. Через интернет никто не звал, сама пришла. Есть даже такие за подарком. Хорошо. Теперь вы видите, что каждый метод работает, да? Жена заставила кого-то. Это хорошо. Мужа бы моего заставить. Отлично. Через интернет пригласили. Хорошо. Понимаете теперь, что каждый метод работает? Каким бы вы ни приглашали, кого бы вы ни заставляли, в любом случае, любой метод работает. Даже заставлялки работают. Так вот. Вы знаете, я просто зашла к своей соседке по подъезду, увидела у нее каталог, который она мне даже не предложила, посмотреть. Подумав, что я откажусь, и незамедлительно я попросила у нее зарегистрироваться. Я просто сказала, Юль, слушай, зарегистрируй меня в Эрифлейм. Она даже, если честно, немножко опешила от моего предложения. Ну и вот так практически целый год я покупала косметику себе и своим знакомым, ничего не понимая в возможности бизнеса. Пока в один прекрасный день мне не позвонил мой спонсор Маргарита Петерсон. Она, кстати, здесь. Привет, Маргарита! И пригласила меня на мастер-класс по косметике. Маргарита мне рассказала, что можно в Эрифлейм зарабатывать деньги. Но знаете, меня даже зацепило не это. Мне очень понравились люди, которые меня окружали. Забота, внимание, которые они ко мне проявляли. Ну и, конечно же, автомобили, на которых они ездили. Многие из присутствующих на сегодняшнем вебинаре знают, что я большой фанат автомобилей. Поэтому на автомобили я тоже обращала внимание. Вы знаете, я послушала то, о чем она мне говорила. И вообще незамедлительно приняла решение о том, что нужно действовать. Я стала применять к себе все три возможности, которые дает компания. Это отлично выглядеть, пользуясь нашей косметикой, зарабатывая деньги, показывая каталог и приглашая людей. Ну и, конечно, жить в удовольствии, о чем мы поговорим с вами позже. Приглашала я своих знакомых на встречи. Вообще начала я свою активную бурную деятельность в Эрифлейм, будучи на четвертом курсе института. В конце четвертого курса института, можно сказать, даже на пятом, я стала приглашать людей. И к окончанию пятого курса я уже была на 18%. Сейчас вы видите слайд перед вами. Это слайд, можно сказать, моего роста. Со старта и далее до уровня директор. Ну вот практически учебный, даже год мне потребовался на то, чтобы выйти на уровень 22%, хотя сейчас люди растут гораздо быстрее, особенно когда есть информационные технологии и вообще различные технологии. Вы знаете, сейчас такие возможности дарит компания в виде бонусов, премий, в виде энергии турбороста. Я просто вообще, просто в шоке от щедрости нашей компании и от тех акций, которые она нам дарит. Вы знаете, вот я хочу спросить у вас, а вам нравятся вообще акции, которые дарит компания? Нам. Турборост. Плюс поставьте кто-нибудь в чате, кто согласен. Очень, спасибо, спасибо. Давайте, вперед. Вы знаете, так как я работала, работаю оффлайн, и вообще это сегодняшний мой первый вебинар, вы меня там уже строго не судите. Так как я работаю оффлайн, я приглашала своих знакомых за подарком в сервисный центр. Но были разные методы, которыми я приглашала людей. Они так же все работают. Вот вы сейчас видите слайд, на котором написано, какими методами я приглашала людей. За подарком мы проводили домашние презентации, чаепития абсолютно у себя дома, у своих консультантов дома, у гостей дома. И еще один метод такой был заполнение анкет с моими знакомыми. Что это значит? Я давала своим людям, своим знакомым анкету о том, просто обычную любую соцопроса анкету, потому что я боялась и стеснялась сказать им о том, что я в Эрифлейм, и боялась пригласить их сразу, и сказать о том, что я в Эрифлейм. Поэтому я давала им анкету и говорила, ты знаешь, мне вот дали задание, заполни, пожалуйста, ответь на вопросы. Очень мне нравился метод уход за лицом на дому. И сейчас, на сегодняшний день, это один из самых моих любимых методов, метод мастер-класса, спа-ухода. Его называют по-разному. Я просто приглашала своих знакомых на чашечку кофе к себе домой и предлагала пройти процедуру ухода за лицом. Конечно же, никто не отказывался из моих знакомых. И они проходили это. Также была работа в регионах. Сегодня присутствует один из моих директоров, Ирина Клочкова. Этот человек сейчас живет в Рогачеве. Мы к ней тоже ездили на презентации. Поэтому вот так вот передвигались и проводили различные презентации. Это небольшая ремарка, отступление, каким методами я работала. Придумывала разнообразные анкеты, которые посылала своим знакомым через интернет, просто давала напрямую. Не ждала, пока мне кто-то придет и даст какую-то анкету в руки. Иди, сходи, покажи своему знакомому. Я искала сама методы, у меня мозги постоянно работали. Я ночами не спала, мне хотелось что-то придумать, чтобы ко мне шли люди быстрее, лучше. И знаете, небо дает вам награды тогда, когда вы делаете сверх того, что вам нужно сделать или что вам говорят делать. Ну, вообще все кажется очень просто, правда? Поставьте плюс, кому кажется, что это просто. Что у меня все просто. На самом деле так было не всегда. Не всегда было так просто. Вот представьте себе, что вы идете по улице, и вам в лицо дует ветер. Представили? Кто представил, что ему дует ветер, и он идет по улице? Представили, хорошо. А когда вы начинаете бежать, что происходит? Напишите, пожалуйста, в чате. Когда начинаете бежать, что происходит? Ветром сносит. Дует сильнее, правильно. На самом деле сопротивление увеличивается. Вот так же и в бизнесе. Чем быстрее и выше вы хотите результата, тем больше сопротивления вам оказывает природа. Вот одним из таких сопротивлений на моем старте была моя любимая мамочка, которую я очень люблю и уважаю, ценю. Вы знаете, она принципиально не пользовалась косметикой Арифлейм. Она покупала себе продукцию в обычных магазинах и говорила, что нет, нет, доченька, мне Арифлейм не нравится. И меня это очень расстраивало. Я даже иногда плакала, ну, потому что я еще была тогда маленькой, наверное, и не понимала. Ну, мудрости, что ли, не было. И меня это очень сильно расстраивало, что самый близкий человек меня не поддерживает. Парень, с которым я встречалась на тот момент, говорил, что мною пользуются, меня обманывают, что я попала в какую-то шарашкину контору. Ну, в общем, что только я не слышала от своих близких. Хорошие подруги мои поднимать трубку перестали, когда я им звонила. Не знаю, они думали, может, что я их в Арифлейм в очередной раз буду звать. Просто перестали со мной общаться. Одногруппники, большинство, смеялись, опять побежала в свой Арифлейм. И вот, знаете, один из тех людей, который поддержал меня на старте, был мой папа. Он дал мне денег на набор пробников, так как сама купить я его не могла. Я ему говорила, пап, я отработаю, я верну тебе деньги. Он говорит, ладно, не надо, пусть это будет тебе в бизнес вложение. Вот так вот мы и начинали стартовать. Знаете, несмотря на все это, хотя для новичков это очень тяжело, когда люди отказывают, и на самом деле тяжело, когда отказывают близкие люди. Вот кому неприятно, когда отказывают близкие люди, поставьте, пожалуйста, плюс в чате. Бывало у вас такое? Есть у вас такое, что близкие не поддерживают вас? Спасибо. Кого-то, наверное, очень сильно не поддерживают, раз много плюсов. На самом деле не переставайте двигаться вперед. Знаете, я даже несмотря на это, я продолжала движение вперед, потому что вокруг себя я видела людей, которые живут по-другому, едят другую еду, одевают другую одежду, отдыхают не в тех странах, где отдыхают большинство людей, а в тех, которые хотят. Ездят на автомобилях, когда я ездила на троллейбусе, ходила пешком, мне даже не хватало иногда денег на то, чтобы купить проездной. И мне очень хотелось вырваться из этой жизни, и мне очень хотелось жить по-другому, жить не так, как я живу. Хотя я не бедствовала, в принципе, мои родители очень много всегда работали, они всегда хотели дать что-то большее своим детям. И мне грех жаловаться, но я всегда хотела стремиться к лучшему, потому что, ну, зачем равняться на худшее, согласны со мной, если лучше можно равняться на лучшее. Вот это все меня двигало. Я понимала, что у меня нет других вариантов. Вы знаете, нет других вариантов просто. У меня не было стартового капитала, чтобы начать свое дело. Я почему-то с детства знала, что я никогда не буду работать наемным работником, потому что я этого не хотела. Я очень свободолюбивый человек, и когда я пришла к маме на практику, отрабатывать свою практику после института, ну, во время учебы, я поняла вдвойне, что я не хочу ни на кого работать, потому что меня контролировали, мне ни копейки денег не платили, а контролировали, во сколько я приду, во сколько я уйду. И, знаете, меня это очень сильно ущемляло. Поэтому других вариантов открыть бизнес у меня не было. Вообще у меня даже не было ни предпринимательской жилки, ни стартового капитала. У меня вообще не было ничего для того, чтобы нормально стартовать в традиционном бизнесе. Поэтому наверняка постучался ко мне Reflame. На следующем слайде сейчас вы увидите. Вчера мы ходили нашей командой в боулинг, у нас была запущена командная игра, в которой победило несколько человек. Если они присутствуют здесь, можете отозваться и написать в чате, что вы здесь. Но я вообще не об этом хотела сказать. Вот этот экран, который вы сейчас видите на слайде, это результаты вчерашней нашей игры. И вот я как могла оранжевым цветом обвела свои результаты вчерашней игры в боулинг. Вы знаете, ну, вы можете посмотреть. Ну, вот видите, у кого-то премию снимают. Ну, понимаете, да? Кто видит оранжевую полосочку, поставьте плюсик. Обведенный. Написано «Мария». Спасибо. Спасибо. Да, начало было крутым. Посмотрите, одни нули. Я ни разу не попала, не сбила ни одной кегли. Вообще ни разу. Представляете, сколько раз я бросала свой мяч, этот шар, да, в боулинге, ни разу не попадала. И в конце вы можете посмотреть десятую. Как это? Десятый бросок мой, да? Видите, три крестика стоит. Кто видит, поставьте «да». Видите, три крестика. Спасибо. Вот это называется «страйк». Я выбила тройной страйк. Я выбила все кегли три раза подряд. Почему я показываю вам сейчас этот слайд? Не потому что сказать, что я такая молодец, я выбила три страйка. Дело в том, что эта ситуация очень похожа на наш бизнес. Согласны со мной? Очень похоже. Как часто в бизнесе бывает, кто-то уходит после первой неудачи, да? Кому-то отказали, у кого-то помады на складе не хватило. Кто-то после пятой неудачи, после пятого отказа уходит. Кто-то за пять минут до победы уходит. Это очень печально. А кто-то выбивает тройной страйк. И так всегда бывает в жизни у тех людей, которые идут до конца. Настраивайтесь. Вы знаете, если вы пришли уже в этот бизнес, настраивайтесь на то, что неудачи вас не сломят. И вы станете ярчайшим примером, лидером в Арифлейм. Вам уже просто никакие силы не смогут противостоять. Ну что, идем дальше. Секрет вот хочу вам рассказать. Кто пришел узнать секрет вообще? Поставьте плюс. Кто пришел узнать какой-нибудь секрет сегодня? Отлично. Спасибо за честность. Спасибо за честность. Вот он. Вот он мой секрет. Лучший способ достичь результата – это каждый день делать несколько несложных шагов, которые с течением времени приведут к удивительным достижениям. На самом деле никакого секрета нет. Если у вас есть мечты, вы просто идите. Идите к ним и не бойтесь идти. Не бойтесь мечтать. Делайте постепенные шаги, у вас все получится. Что вообще помогает мне? Вы знаете, рост обычно бывает постепенным и незаметным. И что помогает мне? Это правило ежедневной пятерки. Мои девочки, моя команда знают об этом. Я со многими уже поделилась. Составьте список пяти мелких, но важных действий, которые приблизят вас к вашим самым важным целям. Например, для каждого своя цель. У каждого своя цель. Вы сначала ставите цель, а потом вы определяете, какие вы действия должны делать. Например, назначить пять бизнес-встреч в день. И это вы должны делать каждый день, несмотря ни на что. Ну, кроме того дня, когда вы решили сделать себе выходной. Либо прочитать 10-15 страниц мотивационной книги. Либо смотреть один ролик в день. И вы должны это делать каждый день, несмотря ни на что. Болит у вас голова, нет у вас настроения, кошка рожает. Кстати, вы знаете, что кошки рожать, оказывается, умеют сами. Для тех, кто еще принимает роды у кошек. Кошки умеют рожать сами. Недавно проверила, у моей подруги родилась кошка. Сама. Умеют сами, умеет, Марина, рожать кошки. Сами проверили, пока ели шашлыки, кошка родила у подруги. Домашняя, породистая. Понятно про правила ежедневной пятерки? Пять важных дел. Поставьте плюс, кому понятно. Поставьте плюсик. Спасибо, Дима. Какую награду я получила за это? Я же говорила вам, что награды незамедлительно приходят к вам. Первая награда, которую я получила от компании, это была, конечно, для меня очень важная награда, потому что, ну, наверное, каждый, каждый, кто приходит сюда, для каждого человека, практически для каждого важно признание. И каждый консультант, менеджер, который растет и стремится стать директором, он отмечает для себя это важное событие, как банкет директоров. Вот это был мой первый банкет директоров, на который я попала. Взяла я туда партнером мою маму. Вот вы можете, кстати, на нее посмотреть. Не такой же она и злой человек. Кстати, сейчас моя мама, это мой ходячий wellness продукт. Многие уже слышали ее историю. Ну, повторюсь, потому что здесь есть люди, которых я не знаю, которые с нами в первый раз, которые, может, меня впервые видят. Моя мама, благодаря продукции wellness, стала ходить на каблуках в 60 лет. У нее перестали болеть ноги. И вообще она стала вести очень активный образ жизни, потому что она, ну, работает еще плюс на, на, как это, на, не на государственной работе, но на наемной работе. Хотя моя мечта, чтобы она была со мной. Вот, я к этому уйду. Она, наверное, тоже. Маме 30 лет, маме 60. Маме 60. И она полгода назад сдала на права. Благодаря wellness она сдавала все зачеты лучше, чем молодые ребята, быстрее всех. Очень быстро. Очень легко. И я считаю, и она эту дань отдает продукту wellness, потому что раньше она мне все время говорила, что доченька, я такая вообще забывчивая. Ну, благодаря омеге забывчивость ее прошла. Благодаря wellness у нее перестали болеть суставы. Ну, соответственно, из-за этого она стала ходить на каблуках. Надо было папу брать. Да, надо было, но папа отказался. Я папе другой подарок подарила, потом сейчас расскажу, какой еще дальше. Какие еще награды? Ну, вот это последующие мои банкеты директоров. Одной из больших наград для меня, наверное, как и для любого лидера, иметь единомышленников, иметь команду, иметь соратников. И, знаете, вот следующими после меня, следующий год закрывалось в моей команде два моих директора. Это нижнее фото. Нижнее фото. Это Ирина Клочкова и Юлия Гаврильевича. Вы видите, да? Два чека в тысячу долларов. Нижнее фото слева. Это два чека в тысячу долларов. Да, Юля, это ты. И мне очень приятно было, что их поздравляли уже на следующий год после меня. Это тоже хорошее достижение. Ну, на этих фотографиях все банкеты директоров, на которых я была, еще пока ни одного банкета не пропустила. Их было, по-моему, уже пять. Ну, вот такие вот фото. Следующая моя мечта, которая осуществилась в Арифлейм, это мечта путешествовать. Помните, я вам говорила, что одной из моих детских мечт было желание, очень сильное желание путешествовать. Помните, да? Поставьте плюсик, кто помнит еще. Вы знаете, благодаря Арифлейм я осуществила эту мечту, и это очень здоровски. Класс. Спасибо, спасибо. Путешествие, знаете, вот прям даже речь отняло. Вообще, моя еще одна детская мечта была, я специально хотела о ней сказать в конце. Я очень в детстве мечтала сильно о том, чтобы у меня были друзья за границей, в каких-то разных странах, чтобы я могла приезжать к ним в гости, чтобы у меня была такая возможность ездить к ним в гости, чтобы они ко мне приезжали в гости. Потому что так получилось, что у меня в семье не было никого из родственников, которые жили за границей. То есть не было, ну, самая дальняя за границей, в которой жили мои родственники, это была Украина. Поэтому даже не море, а Донецк, поэтому там нет моря. Так что, ну, мне очень хотелось, чтобы, ну, хотелось путешествовать, да, и чтобы друзья мои жили, чтобы я могла их там видеть. И вы знаете, как-то говорят, бойтесь своих мечт, они имеют свойство сбываться, потому что сбылись мои мечты, ну, наверное, на 200%, да, хотя у меня, конечно, они не заканчиваются, и путешествия, мечты о путешествиях тоже не заканчиваются. Вообще мечтаю путешествовать не два раза в год, как это получается, а больше. Ну, вот, например, страны, которые я посетила. Кто угадает, в какой я стране была, напишите. Вышлю шоколадку. Напишите, напишите, кто какую страну здесь видит. Дубай, молодцы. Да, я была в Дубае, причём я была два раза в Дубае, первый раз, молодцы, Португалия. В Дубае я была два раза, первый раз в 2011 году. Просто вот зимним вечером сидела, сидела в скайпе со своей подругой, разговаривала, которая, кстати, на тот момент уже жила в Дубае. И, разговаривая с ней, в февраль был, очень было холодно в Беларуси. Она говорит, а что ты делаешь? Я говорю, ты знаешь, ничего, скучаюсь, сижу. Она говорит, слушай, а приезжай ко мне. Я говорю, а как я могу это сделать? Это было моё вообще первое такое далёкое путешествие, кроме Крыма и Украины. Она говорит, ну, я сейчас позвоню турагенту знакомому и вылетай. И вот мы разговаривали с ней в воскресенье вечером, в субботу, в следующую субботу вечером я была уже у неё. Вот такая вот была первая моя история. Знаете, наверное бы, вряд ли бы у меня это получилось, даже если бы у меня были деньги, вряд ли бы это у меня получилось, работая на государственной работе. Согласны со мной? Кто согласен, поставьте плюс. Да? Просто так сесть и через неделю улететь, когда ты захочешь, даже если есть деньги. Спасибо. И в этом же году, в 2011-м, я попала партнёром вместе с моим директором Ириной Клочковой. Мы попали на золотую конференцию в Португалию. Это было вообще незабываемо. Я потом сравнила, оказывается, есть два вида отдыха. Есть отдых, когда ты ездишь сам, и есть отдых с Арифлейм. Это совсем разные вещи. И вы знаете, сколько бы у вас денег не было, каким бы вы супермиллионерами не были, вы всё равно никогда в жизни не сможете себе устроить тот отдых, который делает для вас Арифлейм. Потому что иногда бывают даже такие места, в которые вы зайти не можете. Например, в Париже зал, где проходят показы высокой моды, где чествовали наших лидеров. Они закрыты для обычного туриста, а наши лидеры смогли это видеть. Да, вот Маргарита Петерсон подписывается, она стояла на этой сцене, проходила, была там внутри. И вот в Португалии было то же самое. И вы знаете, ещё одна моя мечта сбылась. Помните про друзей, которые живут за границей. В Португалии тоже был человек, мой друг, который жил там уже на протяжении 11 лет. И благодаря Арифлейм я смогла с ним увидеться, потому что если бы не золотая конференция, наверное, это была бы последняя страна, которую бы я посетила, Португалия. Потому что я о ней практически ничего не знала, кроме того, что там делают портвейн. Кстати, очень вкусный. В Португалии я первый раз встретилась, увиделась с Атлантическим океаном и поняла, что море и океан – это вообще разные вещи. Ту мощь, которую даёт океан, никогда не сравнишь с морем. Поэтому я вам всем желаю увидеть океан, это обязательно. И вы знаете про друга, который живёт в Португалии. После того, когда я с ним увиделась, через две недели, прожив 11 лет в Португалии, через две недели он навсегда уехал жить в Лондон. Поэтому мысли действительно материальны. И наверняка он ждал, пока я к нему приеду. Вселенная ждала, пока я к нему приеду, чтобы он мог дальше передвигаться. Это Абудаби, это Абхазия, вы видите. Ещё в центре есть одна фотография, она для меня очень важная. Это фотография, на которой вы видите море. Это ближайшее зарубежье. Это Украина, Одесса. Там стоит моя мама и мой папа. И я на пляже. Вы знаете, для меня это очень важная фотография, потому что в сознательном возрасте я ни разу не отдыхала с своими родителями вместе. То есть я отдыхала с ними в детстве, когда-то они меня возили, очень смутно помню, отрывками. И вот это моё было такое сознательное путешествие, в которое благодаря деньгам, заработаемым в компании Reflame, я просто посадила своих родителей. Это был один из подарков для моего папы. Я посадила своих родителей в машину и просто завезла их на море, для того, чтобы они провели это время со мной. И для меня это очень важно. Успейте жить, потому что это был последний год, когда я видела своего папу. К сожалению, его сейчас нет в живых. И вы знаете, успейте сделать для своих родителей что-то то, о чём вы не будете потом жалеть. Потому что это очень важно. Я впервые видела на море, в том месте, в Одессе, я впервые видела, с какой любовью мой папа относится к маме, как он на неё смотрит, какие он песни для неё поёт. И для меня это очень ценно, я это запомню на всю жизнь. И я хочу, чтобы у вас тоже такие были моменты в жизни, когда эти моменты будут греть вашу душу. Вот это всё дало мне Ари Флейм. Это что касается путешествий. Последнее моё ближайшее путешествие было в Абхазию. Как это? Страна, да? Божественная страна её называют. Очень красивая, я очень люблю горы. И эту страну я тоже посетила вместе с Ари Флейм. Ну что, двигаемся дальше. Вот это ещё одна мечта. Помните, я вам говорила о том, что я фанат машин. Кто ещё помнит, кто ещё со мной? Поставьте плюсик. Спасибо. Так вот, с Ари Флейм осуществились ещё мои такие мечты. Очень заветные. Наверное, это была моя первая осуществившаяся мечта. Даже ещё до премии в 1000 долларов, до банкета директоров, моя мечта была, я купила себе автомобиль. К сожалению, его нет, честно, здесь на фотографии, потому что не смогла найти фотографию моего первого автомобиля. Это было Peugeot 206. Не самый плохой автомобиль. Был 2003 года. Это было 5 лет назад. И вы знаете, я очень... Ну, это была моя ласточка. Мой любимый автомобиль. Не красненький. Он был серебристый. Очень похож на тот, который вы видите на картинке, но чуть-чуть постарше. И вот этот автомобиль, знаете, ну, это была моя жгучая мечта. Очень вам рекомендую прописывать свои мечты на бумаге, писать их постоянно, бесконечно. Никогда не заканчивать их писать, потому что на одной из бизнес-скол Ирина Гвардиян, это наш спонсор, сапфировый директор. Привет вам! Я вас тоже вижу в чате. Она дала нам задание написать ближайшую мечту, которую вы хотите, чтобы у вас исполнилось через полгода. Я написала 6 месяцев-автомобиль. Вот такая вот у меня была короткая мечта. Она была абсолютно, знаете, не написана ни по правилам, хотя сейчас я пишу по правилам своей мечты. Но самое удивительное то, что когда есть слова, написанные на бумаге мечты, когда есть действия, и когда есть жгучие желания, ваши мечты осуществляются. И через полгода у меня была машина. Ровно через полгода. Затем в тот год, когда я очень много путешествовала, когда я посетила Дубай, Португалию, это был один год, это было два путешествия в год, я приобрела новый автомобиль, обновила его. Вы видите его на картинке серебристый. Это тоже моя еще одна ласточка, которая, кстати, меня и завезла с моими родителями на море. Это фотография, которую вы видите. Это таможня. На границе мы стоим, ждем, пока нас пропустят к долгожданному морю. Ну и еще одна мечта моя. Как это? Ну, как это? Мечта, мечта. Вот машина, которую вы видите сейчас черного цвета. Это Hyundai Accent. Это абсолютно новый автомобиль. Это мой новый автомобиль, который я приобрела два дня назад. Поэтому вот так вот сбываются постепенно мечты с Reflame. Ну и, как видите, шуба у меня тоже есть. Это все мои детские мечты, о которых я мечтала. Все эти возможности дает Reflame. Главное действовать. Вы знаете, сейчас компания дает очень большие возможности. Программа TurboRost. Мы не имели такой возможности. Мы не имели такой возможности получить все эти премии. И вы знаете, я вам очень рекомендую получить все эти премии, потому что компания правда платит за ваши действия. И она очень щедро вас вознаграждает. Просто это делайте. Мы работали за одну тысячу долларов. Нам хотелось посетить банкет директоров. Это были наши самые смелые мечты, о которых мы могли мечтать. И знаете, всего лишь тысяча. Сейчас TurboRost программа дает вам 3000 долларов. Причем вы можете уже получать все деньги до уровня директор. Не ждать, пока вы там станете директором и получите эти деньги. Берите их сейчас. Компания дает, берите. Есть люди, которые хотят услышать ваши возможности. Смотрите, у нас даже есть люди, которые сейчас с нами присутствуют из разных стран, из России, из Молдовы. Очень приятно, если это действительно так. Если вы из Молдовы. Это правда очень здорово. И эти программы дают вам другую жизнь совершенно. Знаете, многие говорят, деньги – это не главное. Да, деньги – это не главное. Но деньги – это чеканенная свобода. За деньги вы можете все. Практически все. Вы можете кушать вкусно, полезно. Вы можете посещать хорошие страны, поправлять свое здоровье. Вы можете покупать себе красивые вещи, которые вам тоже дарят хороший высокий эмоциональный тон. А когда у вас есть высокий эмоциональный тон, вы хорошо работаете, активно работаете, вы хорошо выглядите, и вы чувствуете себя прекрасно. Поэтому действуйте. И еще один слайд. Благодаря Reflame изменился мой стиль жизни, мой уровень жизни. Вы знаете, когда-то для меня было самое большое мечтое, это, наверное, сходить сделать маникюр, что ли, хороший, да, в хороший салон. Это была одна из моих мечт. Спасибо. Кто-то там поздравляет кого-то, меня, наверное. Спасибо. Знаете, такая вот у меня была самая большая мечта. Я даже не думала о том, что у меня будет что-то большее. И когда-то я смогу этого достичь. Благодаря Reflame возможностям, благодаря времени, которое дает Reflame, которое ты можешь планировать, как хочешь, я сейчас занимаюсь йогой. Это вы видите, ну, фотографии, которые я смогла найти. Это одно из наших занятий по йоге. Оно давнишнее, мы вот такие все смешные. Но это тоже один из вариантов поправить свое здоровье и хорошо выглядеть. Ну и, конечно, я кушаю wellness. Слева на фотографии, да, вы видите нашу команду. Мы активно участвуем в wellness-клубах от компаний лидерских. И мы очень активно продвигаем философию wellness. Ну, результаты говорят сами за себя, да. Родные, близкие употребляют wellness. И у нас очень много результатов. Поэтому я за wellness полностью. Вообще просто руками и ногами за wellness. Ну и, конечно же, самое главное, что дает Ари Флейм, наверное, для меня, по крайней мере, это люди, которые тебя окружают. Это совсем другое окружение. И вы знаете, это люди, которые думают по-другому, говорят другие вещи. Они не обсуждают погоду. Они не жалуются на правительство. И вообще они не говорят всякие гадости. Это люди, которые говорят об идеях. И вы знаете, я очень рада, что у меня такое окружение. Это топ-лидеры, это миллионеры Ари Флейм, это будущие миллионеры Ари Флейм. Здесь фотографии, кстати, есть давнешние, есть недавние фотографии с боулинга нашего. Вот недавно мы ездили с директорской командой в Мирский замок к нашему, одному из наших директоров Зое Садовской. Привет ей. Это очень здорово, проводить время с людьми, которые являются твоими единомышленниками. Еще есть одна фотография. Внизу, в центре вы видите, благодаря Ари Флейм тоже. Когда я смотрела в детстве телевизор, кто-нибудь смотрел в детстве концерты какие-нибудь с красивыми звездами? Поставьте плюсик. Кто смотрел когда-нибудь? Спасибо, Лиля. Спасибо. Вы знаете, я когда смотрела передачи, у меня были в детстве такие мысли, боже мой, это же боги. Это вообще люди, которые никогда в жизни, никогда ты до них не дотронешься, не пощупаешься. Я уже не говорю про тех звезд, которых мы видим на банкете директоров. Мы с ними танцуем, мы с ними на сцене отдыхаем. Но вот внизу видите фотографию. Это тоже один из наших бизнес-проектов. Это сотрудничество с одной из белорусских звезд эстрады. Причем очень приятно, что эта звезда Ольга Плотникова, она предложила нам сама поучаствовать в ее проекте. И сейчас у нас даже с этого проекта появились партнеры. Это Ирина. Не знаю, здесь она сегодня или нет. Но она есть слева на фотографии возле боулинга. С этого проекта появились у нас новые партнеры. Вы знаете, это очень круто, участвовать со звездами в проектах. Ну, вообще, другой уровень жизни. Согласны со мной? Согласны? Мне кажется, тоже люди. Ну, наконец-то, хоть кто-то. Спасибо. Спасибо. Другое окружение, другие люди. Вот это самое главное. И знаете, на сегодняшний день компания объявила такой замечательный лозунг, который она объявила на золотой конференции на лайнере. Это называется... Этот лозунг звучит так. Полный вперед. Только действия определят, только ваши действия определят, где вы будете завтра. Ничего, что бы вы, что бы вы ни думали, где бы вы ни были, только ваши действия скажут за вас. Если вы хотите, чтобы ваши мечты осуществлялись, действуйте. Если вы не хотите, чтобы ваши мечты осуществлялись, оставайтесь там, где вы сейчас есть. Надо же кому-то быть врачом, подметать улицы, считать наши деньги, налоги нам начислять. Поэтому, а те, кто действительно решил, что вам не безразлична ваша судьба, вы хотите, чтобы ваши дети не считали сэкономить им на талончике денег для того, чтобы купить пирожное, как это было у меня. Либо проехать зайцем и купить себе пирожное, либо проехать по талончику и не съесть пирожное. Если вы хотите, чтобы ваши дети жили по-другому, если вы хотите, чтобы ваши родители жили дольше и жили по-другому, действуйте. Это все зависит только от вас. И полный вперед. Вот сейчас, на этой ноте, я заканчиваю свой вебинар. У тех из вас, у кого есть ко мне вопросы, вы можете задать их в чате. Я с удовольствием на них отвечу, потому что время наше ограничено. Спасибо за внимание. задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. У нас есть еще время 10 минут. задавайте вопросы, пожалуйста. Жду ответы, жду вопросы, стоп. Я нигде, кроме Reflame, не работала больше. Ой, подождите, секунду. Reflame, это первое место работы, где я работала. То есть, сразу после института я договорилась с своими родителями, я попросила их, это тоже было непросто, я попросила их о том, чтобы они меня поддержали лето, дома, не отправляли меня никуда на работу, потому что от компании деньги я еще официально не снимала, они у меня накапливались на моем номере. Поэтому, хотя они мне говорили, иди на работу, ну, мама в основном говорила, папа молчал. Вот. Поэтому я их уговорила, летом я сдала на права, вот как раз таки, я просто пообещала им, я сказала, что мама, ты знаешь, я, можно я не пойду на работу летом, и я пообещала ей, что осенью я открою звание директора. Я пообещала, я это сделала. Поэтому, если вы обещаете что-то своим близким, пожалуйста, делайте это, хорошо? Подождите, я что-то потеряла ваше сообщение. Сейчас, секунду. Сколько я лет в компании? Зарегистрировано семь лет. Семь лет зарегистрировано. Год не знала спонсоров своих. Почти год. Точнее, я их знала, но я не знала о возможности бизнеса. спасибо. Для дебюта неплохо. Я очень волновалась. Говорят, что через компьютер не чувствуется, не видно. Тебя ж никто видеть не будет, все равно страшно. У меня менеджер познакомился только что на улице с человеком, назначил встречу незнакомому человеку. поздравляю. Спасибо. А, о чем мечтаешь сейчас, когда есть уже и машина, и шуба? Это мои директора мне такие вопросы задают с подвохом. На самом деле мечт очень много. Это же всего лишь машина, и всего лишь шуба. На самом деле у меня сейчас есть участок, на котором мы планируем строить дом, поэтому это тоже одна из моих мечт. Так что, я думаю, скоро мы с вами встретимся. У меня становитесь директорами, встретимся на директорской встрече у меня в моей загородной резиденции. Как Эдуард Васильев говорит, такой маленькой скромной дачи. Спасибо. За сколько лет я дошла до директора? За сколько лет я дошла до директора? Вот я вам показывала слайд. Смотрите, пришла я в 2007 году, где, да, в 2007 я пришла, год я покупала продукцию для себя, то есть я никого не знала. В августе 2008 года я начала активные действия, слайд, да, был там, и вот за учебный год института, да, с сентября по июнь за учебный год я достигла уровня 18%, с июня по октябрь я с 18 вышла на 22 и в апреле я закрыла звание директора. Вот посчитайте, полтора года, полтора года с момента активных действий открыла и закрыла звание директора. Многие отказываются от покупки продукции, ну и пусть отказываются, и что? И у меня отказывались. У меня подруга моя лучшая вообще говорила, раньше 99% продукции отсутствовало на складе, она все время заказывала у меня бижутерию и говорила, все, я больше у тебя никогда ничего покупать не буду, потому что все равно ничего нет, и вообще зачем, она до сих пор мой самый ярый и постоянный клиент, поэтому пусть отказываются, ищите дальше, ищите тех, кто согласится. Вот, Марина уже из-за меня ответила, да, пусть пользуются хозяйственным мылом, регистрируйте тех, кто хочет пользоваться нормальной, качественной продукцией и выглядеть. Я недавно провела эксперимент, кому будет интересно, я посадила свою свекровь возле компьютера, открыла фотографии топовых лидеров нашей команды и топовых лидеров Республики Беларусь, и показала, начала устраивать эксперимент свекрови, спрашивая у нее, как вы думаете, сколько этой женщине лет, сколько этой женщине лет, сколько этой девушке лет? Она говорила возраст на 10, на 15 лет младше, чем есть на самом деле. Если девушке было 30 лет, она говорила, что ей 25. Если женщине было 60, она ей говорила, что ей 45. И таким образом я поняла, что лучший показатель того, что наша косметика самая лучшая, а с Веллнес мы еще станем круче и здоровее, и красивее, лучшего показателя по-моему нет, чем вы сами. Поэтому пользуйтесь, и люди сами к вам придут и скажут, вау, ты так выглядишь, я тоже так хочу, чем ты пользуешься. Так. Какая у меня сейчас зарплата? У меня сейчас зарплата соответствующая уровню директора по лестнице успеха. Заодно вам домашнее задание проверить, какая зарплата все-таки на уровне директор. Регистрирую, но не хотят приглашать. Мало регистрируете, Леночка. Знаю вас. Продолжайте в том же духе и все получится. Спасибо. Сколько мне лет? А сколько дадите мне вообще лет? Напишите, пожалуйста, сколько мне лет? Кстати, по поводу приглашать летом. Сложно, не сложно, это все в вашей голове. На самом деле приглашать летом не сложно. И, кстати, у меня Юля Гаврильевичева, мой директор, это Юля Гаврильевичева мне задала такой вопрос. Юля Гаврильевичева, вспомни себя на уровне 12 процентов. Приглашать не сложно, надо просто приглашать. И все. Зато я очень люблю лето, знаете, за что? За то, что к нам приходят, летом к нам приходят такие люди, которые готовы пожертвовать шашлыками ради того, чтобы быть более счастливыми и успешными в будущем. Конечно, Ирина Клочкова задала вопрос, легко ли было достичь звания директор, тебе отказывали. Мне очень много отказывали, мне безумно много отказывали, и мне отказывали очень много, я говорила, уже близкие люди, да, но, знаете, мне было все равно. Меня это очень сильно расстраивало, но я шла дальше, я звонила, зажаловалась спонсору, плакала немножко ему, плакала, но вы знаете, но я через это прошла, и всегда смотрела на те картинки, которые я себе рисовала, о которых я мечтала, и думала, ну и что, если я сдамся, что будет дальше? Ничего, будешь там же, где и была, а если получится? Задайте всегда себе вопрос, а если получится, что будет тогда? Знаете, недавно прочитала в одной книге очень хорошую фразу, боль пройдет, а если бросишь свое дело, то это навсегда. Эту фразу сказал Лэнс Армстронг, вы наверняка его знаете, это первый американец, который приземлился на Луну. Поэтому не бойтесь отказов, это все, это того стоит, напишите, пожалуйста, мне, вот, стоит это того, чтобы увидеть счастливые глаза своих родителей. Стоит слушать эти отказы? Стоит отслушать отказы, чтобы ваши дети были счастливы? Напишите, спасибо большое, спасибо большое. Стоит, понимаете, действуйте и все. Ой, как мне мало лет дают. Кто там, кто там меня застарил? Это, наверное, по сегодняшней фотографии в шубе, да, я взрослее выгляжу. На самом деле мне 27 лет. 27 лет было недавно совсем, две недели назад. Спасибо, Екатерина, за 32 года. Видите, какая я разная. Сколько директоров я вырастила? Два в глубине, один под одним. Ирина Клочкова, а у Ирины Клочковой Юлия Гаврилищева. Спасибо. Да, Марина, я с тобой согласна. Это нормальная реакция человека, который стремится чего-то нового. кто там хочет много отказов, берите. Сейчас больше консультантов, чем было 5 лет назад, мне кажется, сейчас сложнее. Откуда у вас данные, сколько было консультантов 5 лет назад? Есть у вас такие данные? Сколько было консультантов? Ответьте, пожалуйста, кто знает, сколько было консультантов 5 лет назад и сколько сейчас? По моим данным консультантов нет, да? Нет, да? Зачем такие вопросы задавать? По моим данным, которые мы видим официально на наших BMW, больших мотивационных встречах от компаний, в Арифлейм Беларусь зарегистрировано всего лишь 1% людей, являются в базе активных консультантов, поэтому если у нас жителей 10 миллионов, ну не считая стариков и детей, ой, даже детей, да, старики, что же люди, да, посчитайте сколько людей может быть у вас в команде, но исполнительным точно станете, 1% беларусов всего лишь зарегистрирован в Арифлейм, правильно? Да, Марина, спасибо тебе, кстати, такая встреча будет в декабре, все ли забронировали билеты на BMW, это очень масштабное мероприятие, одно из моих самых любимых домашних белорусских мероприятий, которые организовывает наша компания официально, это самое яркое, новогоднее, красочное мероприятие, которое есть вообще в Беларуси, и в этот раз будет вообще удивительным, потому что в Беларуси в этом году Арифлейм Беларуси исполняется официально 10 лет, поэтому я вас всех поздравляю с этим праздником, и обязательно стоит его отметить на большой мотивационной встрече, поэтому дерзайте, бронируйте билеты, пока есть места, я знаю, что билетов очень мало, очень мало билетов, поэтому бронируйте быстрее, молодцы, активничайте. Кроме билетов ко мне вопросы есть? жду еще вопросы, мало вопросов, спасибо, я вас тоже люблю, всех, причем всех, даже тех, кого не знаю, даже тех, кто из Молдовы, кстати, недавно познакомилась на саммите будущих президентов, познакомилась с лидерами из Молдовы, замечательные ребята, несмотря на то, что у них в 10 раз меньше населения для тех, кому мало консультантов, они достигли за 2 года уровень бриллиантов, поэтому все в нашей голове, все, что мы хотим, то у нас и будет, видите, у нас меньше всего активных консультантов. Встретимся на дне сюрпризов, да, напоминаю, что 15 ноября будет проходить еще одно грандиозное мероприятие нашего топ-лидера Светланы Викторовны Гречишниковой, это вечер сюрпризов, поэтому, кто еще не успел повысить свои квалификации и попасть туда, быстренько повышайте и идите на сцену, кто уже успел, бронируйте билеты, потому что их тоже говорят очень мало, кто быстрее, тот шустрее. Задание на сегодняшнюю ночь словить всех тараканов в голове и убрать их. Правильно, Марин, я с тобой полностью согласна. Если у вас возникают какие-то плохие мысли, какие-то сомнения, просто перебивайте их своими желаниями, заменяйте. Мысль просто так негативно убрать нельзя, это же как сорняк на грядке. Для того, чтобы его убрать, сорняк, нужно просто прополоть грядку, правильно? Точно так же в вашей голове. Если у вас есть какие-то сомнения, вам страшно, страхи, какие-то тараканы, не надо их гнать. Вы чем больше гоните их, чем больше вы на них зацикливаетесь, тем больше они к вам липнут. Вы просто замените их хорошими позитивными мыслями. Могу вам подарить, кстати, фразу, даже напишу ее в чате, которая мне очень помогает в последнее время и сегодня тоже. Она звучит так. Мой мир заботится обо мне. Мой мир заботится обо мне и будет все как нужно мне. Вообще на тренинге сказали нам, что если повторять эту фразу в течение 21 дня без перерыва, ну да, похоже. Если повторять эту фразу в течение 21 дня без перерыва, до того, как вы заговорили утром с кем-нибудь по 7-10 раз в день, 7-10 раз в день, то ваша жизнь кардинально изменится. Вы знаете, правда, у меня не получается иногда повторять их с самого утра, потому что у меня обычно звонком будет кто-то, поэтому, но я все равно повторяю эту фразу каждый день и очень хорошо она работает. Поэтому вот одна из тем, как заменить. Я, Ирина, я написала выше, посмотрите в чате, я написала, какую фразу повторять. Спасибо. Те, кто повторяют, знают ее наизусть и пишут. Правильно, Карина, умница. Лучше увеличивать позитив, чем бороться с негативом. Пожалуйста. Еще вопросы? Еще вопросы? Три минуты. Пожалуйста. Дадите потом обратную связь. Кто меня знает, кто меня видит, кто меня найдет вконтакте? Вконтакте я Мария Наполева Значонок. Здесь немножечко опечатка в моей фамилии. Даже если ведете имя Мария Наполева, вы все равно меня найдете. Я такая единственная в своем роде. Мне повезло в этом плане. Меня легко найти. Поэтому добавляйтесь в друзья вконтакте, пишите, там можете посмотреть мои фотографии, задать мне какие-то вопросы. Буду рада ответить. Рада помочь. Какое звание в твоих ближайших планах? Это мне задает мой спонсор. С подвохом, как всегда. На самом деле я иду к званию золотой директор. Это мое ближайшее звание. в моих ближайших планах. Спасибо за мотивацию. Что-то не поняла это снимать. Что-то не поняла немножко. Пожалуйста. Спасибо. Вопросы. Жду вопросы. Вопросы. Жду вопросы. Кто-то уже, я так понимаю, с сегодняшнего вебинара решил добавиться к нам. Спасибо. вопросов. Ну что, я так понимаю, что вопросов больше нет или есть? Наконец-то нашла, как перейти в чат. Первый раз, видите. Вопросов нет? Тогда буду с вами прощаться. И, конечно же, напоследок очень хочу, спасибо, очень хочу вам показать, для тех, кто, может быть, опоздал, может быть, не вовремя пришел, а может быть, кто-то хочет еще раз показать вам видео. Ой, что это у нас? Видео. Вы меня слышите? Поставьте плюсик. Пожалуйста. Спасибо. Хочу поставить вам ролик про нашу любимую свинку и дать вам заряд бодрости и мотивации и веру в себя, верьте в себя, вы правда все это, вы все все можете, просто поверьте в себя. Мне очень было приятно сегодня с вами увидеться, познакомиться на нашем вебинаре, рада, что смогла вам помочь чем-то. И увидимся на следующих вебинарах. вебинарах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...